Во власти циклона с Атлантики. Самарские коммунальщики не успели опомниться от снегопада, как новые сюрпризы. Аномально теплые погоды. То снег, то дождь и, как итог, сильная гололедица. Городские власти просят самарцев быть внимательными на улице. А службы благоустройства и ЖКХ мобилизуют на борьбу со льдом. Противогололедную обработку улиц, тротуаров, остановок и пешеходных зон. Естественно, это будет обледенение. Вот здесь работа всех коммунальных служб. С понедельника на вторник в ночь идем с сильными осадками. Еще раз повторяю, мокрый снег с налипанием на провода и опять переходящий в фазу жидких осадков. Вот эту ситуацию сегодня работаем мы в этом вопросе по тому регламенту, который утверждет. Особое внимание во время оттепели чистки скатных кровель. За выходные в городе расчистили почти 600 крыш, в планах еще 400. Глава города поручает эту работу ускорить. Убирать снег с крыш нужно весь световой день в несколько смен. В районах есть резервные бригады кровельщиков, напоминает Олег Фурсов. Настал момент их выпускать на крыше. Опасные зоны необходимо оградить сигнальными лентами. А те управляющие компании, что не справляются с работой в срок, на заметку должны взять инспекторы городской административно-технической комиссии по благоустройству. Здесь по принципиально нужно быть. Сильнейшая оттепель. Мы видим, какие массы снега нависают на части улиц. Здесь нужно выходить и наказывать уже людей. Все уже слова были сказаны, все замечания доведены до сведений. Значит, нужна работа по чистке крыш. Пожалуйста, поэнергичнее здесь действуйте. Привести в порядок свои крыши и козырьки должны магазины и другие предприятия. А за снег на балконах, карнизах и кондиционерах ответственность несут собственники жилья. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.